Ну, во-первых, факела гаснут обычно, причем всегда. И, конечно, я бы здесь говорил об информационной политике. Ну, на мой взгляд, рядом с факелом надо, чтобы ехала лампадка вот эта, из которой, если он гаснет, ее возжигали, и в этом ничего страшного нет. Бывают ошибки, бывают погодные условия плохие, ветер и так далее. Но вот как это подается в информационном пространстве, вот здесь я с вами согласен. Системная работа российских средств массовой информации и интернета, в соответствии с бюджетом, кстати, Соединенных Штатов, где прямо деньги на управление этими объектами заложены, направлены против интересов российского народа, русского народа, против важнейших государственных программ, причем это традиционно, это уже 23 года так. И в этом плане подавать обычную бытовую ситуацию, как резко, жестко негативную, это стандартный их стиль. А посмотрите любые новости. Я вот сегодня с утра взял и включил, по-моему, первый канал. Первые 10 новостей — это кого, где, кто убил. На 11-ю новость кто-то куда-то поехал, какое-то совещание провел. И это во всех средствах массовой информации. Естественно, они не могли пройти мимо такого повода, пынуть поленом по голове России, наши средства массовой информации. Они этим и воспользовались. И это, конечно, системная проблема. И суть этой проблемы — надо восстановить суверенитет, а значит, менять все принципы работы средств массовой информации. А для этого надо менять Конституцию, отменять 13-ю статью с запретом на идеологию. И там многие целый ряд моментов надо полностью перестраивать. То есть восстанавливать суверенитет.